всем привет сегодня мы находимся в торговом центре столицы и расскажем вам про дублирующие материалы которые являются незаменимыми помощниками при пошиве например пиджаков также костюмов из рыхлых тканей у нас есть разные виды дублерина смотрите есть черный это у него лицо изнанка у дублерина то где клей находится то есть клеевая основа здесь и на видео таких уточек точечки значит это клеевая основа и приклеивать нужно именно этой стороной трикотажных тканей которые хорошо тянутся но вам надо их немного стабилизировать так а это белый цвет тоже хорошо растягивается идем дальше следующий у нас дублерин точечный он довольно плотный его хорошо использовать именно для плотных тканей например для пальтовых или плотных костюмных шерстяных здесь такая невидимая клеевая основа а с лицевой стороны он довольно мягенький мягкий и очень приятный будет тактильно или к телу можно использовать для плотных костюмных тканей при пошиве пиджаков также есть черный вот эта клеевая основа в точечке а это более мягкое уже лицо такой дублерин используется для плотных тканей так еще у нас есть вот такой дублерин с вискозой тоже отличный смотрите какая у него клеевая основа хорошо приклеивается к ткани и потом уже не одирается а здесь немножко ворсистая лицевая сторона есть вот в таком вот серым черный серый цвет и белый тоже хорошо использовать именно для плотных тканей для шерстяных или для пальтовых так смотрим дальше здесь у нас уже флизелин флизелин можно использовать для легких тканей или для деталей если вы хотите проклеить именно детали воротничок или срезы например на карманах на горловине чтобы они впоследствии не растягивались есть вот такой вот очень тоненький флизелин хорошо использовать для тонких тканей например на штапель на шелк что-то крайне легкое у него тоже точечная точечно-клеевая изнаночная сторона и такая мягенькая бархатистая лицом есть белый и черный цвет видите он довольно такой прозрачный тоненький то есть если вам минимально минимально надо что-то проклеить чтобы просто чуть-чуть держала форму и стабилизировалась то с ней растягивалась в этом месте есть у нас толстый флизелин 60 грамм это довольно плотный смотрите он практически не просвечивает плотная основа у него клеевая это же мягенькое лицо и черный цвет такой флизелин можно использовать уже на более плотных тканях пример проклейки карманов на спортивных костюмах на футере есть еще нити прошивной флизелин 44 грамма у него такие вот ниточки клеют обычно вдоль долевой нити его хорошо применять если например вам нужно отрезать маленький какой-то участок то есть два сантиметра до чтобы не разлинивать например вот такое вот полотно а здесь уже очень удобно резать по линеечкам также у нас большой выбор тонких клеевых ленточек например вот это у нас новиночка это смотрите как двусторонний скотч здесь у нас липкая сторона здесь гладенькая потом он отклеивается и тонкий-тонкий слой клея приклеивается на изделие то есть хорошо использовать для подгибки например брюк вы можете вот так вот зафиксировать быстро и легко зафиксировать ткань друг с другом то есть на одну сторону потом подогнуть отклеить вот эту вот сторону и оставить только клеевую основу за которую и прицепиться потом ткань это как двусторонний скотч помощник выручалочка для швеи продается вот такими вот бобинками обычным метражом у нас продается вот такая вот винточка по косой с усилением вот тут она раскроена по косой и есть ниточка которая не дает ей расползаться потом впоследствии есть разной ширины вот такие вот еще уже готовые флизелинчик разной ширины которые также используется для стабилизации больших участков то есть или кармана или горловины и клеевая паутинка вот она полностью прозрачная она полностью состоит из клея приклеивается например на низ изделия если вам тоже надо подогнуть брючки вы приклеиваете тканечки между собой и потом желательно еще застрочить то есть прострочить не просто оставить так потому что при стирке скорее всего этот клеевой слой уйдет и у вас распустится изделие поливые паутинки они тоже выручалочки для в ремонте или пошиве изделий есть у нас вот такая вот еще на бумажной основе тут тоже есть клеевой слой то есть с изнаночной стороны здесь клеевой слой а лицо бумажное а потом бумажку отдираете остается один клей на ткани и он хорошо приклеивает детали например участки изделия друг дружки тоже ее очень любят и часто используют так же сейчас у нас поступила вот такая вот смотрите какая лента брючная то есть на пояс брюк тоже ее хорошо приклеивать она фиксирует ткань и стабилизирует то есть именно район пояса брюк так здесь как раз клеевая основа здесь мягенькая специальная брючалочка для брючек вот есть в сером цвете у нас еще вот флизелина нить прошивного который я вам показывала уже ранее полотно но есть также вот уже готовые на три сантиметра ленточки можно использовать сразу их так и большой выбор паутинок разных паутинок есть белая то есть по цветам тоже очень много всего это основные материалы которые могут понадобиться при пошиве и ремонте изделий лучше их не избегать не пренебрегать ими для им ваше изделие будет носиться дольше и выглядеть намного качественней и профессиональней приходите к нам за фурнитурой и клеевыми материалами